Здравствуйте! Вы смотрите новости 1 Карагандинского. В студии работы Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. В Караганде произошел взрыв газа. Пострадало 3 человека. Восьмилетний карагандинец нуждается в помощи. Я в темной улице. В Карагандинском зоопарке появились новые питомцы. Подробности смотрите в сюжете Амины Смаковой. В Караганде произошел взрыв газа в доме номер 31 по бульвару Мира. Пострадало 3 человека. Все о случившемся в репортаже нашего корреспондента. Утро понедельника для жителей дома номер 31 началось громко. В 7 часов громыхнуло так, что люстры зашатались и штукатурка посыпалась. А вот квартира 47 на пятом этаже сразу стала в два раза больше. Взрывом разметало межквартирные перегородки. Кухонное окно и часть стены взрывной волной выбросило на противоположную сторону улицы. Хорошо, что в 7 утра прохожих практически не было. Все аварийные службы города прибыли на место происшествия. Из здания были эвакуированы жильцы, улицы перекрыты. Спасательные работы начались немедленно. Из квартиры 47 были вынесены три пострадавшие женщины. Двух на скорой помощи отправили в областную больницу. Третью с ожогами второй и третьей степени в областной центр травматологии и ортопедии имени Макожанова. Оперативные подразделения и местные исполнительные органы работу свою знают и работают слаженно, оперативно. Проблем никаких нет. Предварительная причина – взрыв газовоздушной смеси в результате утечки системы центрального газоснабжения в квартире номер 47 на кухне. Но это еще раз говорю, это пока предварительная причина, далее потом определят уже точно. Дом был подключен к центральному газоснабжению. Баллонов в квартире не было. В результате взрыва газовоздушной смеси практически разрушены три квартиры. Жители верхних этажей подъезда, в котором произошел взрыв, временно переселились к своим родственникам. Одной семье была предоставлена комната в общежитии. Пока к жительницам квартиры номер 47, которые оказались в эпицентре взрыва, врачи никого не пускают. Опасения вызывают ожоги верхних дыхательных путей. У пациентки Макожановки поверхностные травмы средней степени тяжести и ожоги лица второй и третьей степени. Третья степень делится на ту, которая самостоятельно заживает, и ту, которая подвергается оперативному лечению. У нее как раз более такая оптимистичная. У врачей состояние здоровья пострадавших не вызывает сомнений. Городские власти озабочены восстановительными работами. Полицейские начинают свое расследование. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. У восьмилетнего Давида есть шанс начать ходить, но ему нужна помощь. У маленького Карагандинца врожденная форма ДЦП. Сейчас мальчику необходима специальная ортопедическая обувь, однако получить ее мама ребенка пока не может. Репортаж Алина Акбаева. У Давида Нариманидзе врожденная форма ДЦП. Он не может самостоятельно передвигаться, поэтому ему нужна постоянная помощь. Мать мальчика Сивинч не работает, так как ей не на кого оставить детей. Родственников у нее тоже нет. Здоровье Давида ухудшается. Из-за искривления позвоночника у него травмируются все внутренние органы. Я хочу людей попросить, чтобы они помогли приобрести ребенку надежду, так скажем. Потому что сейчас у него надежды этой нету. Я не могу никуда его тащить, таскать, не обследовать ничего. Даже на ту самую операцию надо обследование. А у меня сил нету его таскать по кабинетам. И за счет этого я хотела, чтобы у ребенка улучшилось хотя бы здоровье в домашних условиях. По словам матери, ребенок ежедневно плачет и просится гулять на улице. Но она не может ему помочь, так как физически не в состоянии поднять мальчика до пятого этажа. Главная мечта Давида – научиться ходить. Скажи, на улице хочу. Я хочу на улице. Чтобы получить ортопедическую обувь, они целый год стояли в очереди в Октябрьском центре управления. Однако только после обращения в СМИ им пообещали предоставить обувь в ближайшие дни. Единственная возможность облегчить Давиду жизнь – это приобрести специальную кушетку с матрасом стоимостью в 665 тысяч тенге. Я прошу всех людей, у кого есть сострадание болезни ребенка, пусть помогут нам собрать эти деньги на кушетку сирогем и мат тепловой для расслабления мышц. Алина Акбаева, Карат Рашитов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Если вы хотите помочь Давиду, обращайтесь по телефону 8771-283-0930 и 450034. Во благо города. В рамках двухмесячника по благоустройству во всех регионах области состоялся первый субботник. По всей области на уборку вышло около 125 тысяч человек. А в Караганде работу по озеленению территории возглавили Аким Карагандинской области Боржан Абдишев и Аким города Мирам Смогулов. Около 125 тысяч человек и более 5000 различных организаций в этот день вышли на уборку городских территорий. В озеленение из шахтерской столицы принял участие и Аким Карагандинской области Боржан Абдишев, посадив несколько деревьев на бульваре Мира. Всего в этом сквере было высажено около 70 хвойных насаждений. Это в первую очередь делается для улучшения жизни условий для наших жителей нашей области, для наших горожан. Это прямое исполнение поручений данных главой государства по улучшению благозастояния наших жителей. Кроме городской и областной администрации, в субботнике приняли активное участие члены областного совета ветеранов войны и труда, а также активисты движения Жасылуель. Оралды Тори Гожин, председатель совета ветеранов, посадил четыре дерева. Впредь он будет участвовать во всех таких мероприятиях. Отличная погода, отличное мероприятие, на благо города, на благо населения города. Все это, дай бог, приживется, вырастет, красота будет. С каждым днем наш город хорошеет, и это население еще одна лепта в это большое дело. В этот же день на пересечении улиц Кривогуза и Чкалова состоялось открытие нового фонтана, в котором принял участие Аким Городомир Амс Могулов, лично осмотрев конструкцию. Марк Блюшко, Жасулан Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Караганде появится профсоюз журналистов. Эту идею выдвинула организация «Адельсоюз». Многие журналисты Караганды также поддержали эту идею. В Уральске, Актобе, Талгакургане, Астане, Алматы уже есть профсоюзы. Караганда тоже большой регион, и журналистов не меньше, права которых никто не защищает. Если возник у вас здесь такой профессиональный союз, вы будете защищены, ваши трудовые права, вы можете иметь поддержку, юридическую консультацию. И мы планируем провести ряд вебинаров, чтобы повысить вашу профессиональную грамотность, юридическую. Потому что есть много вопросов, которые просто некогда журналисту уже изучать. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Министр юстиции Республики Казахстан Берег Имашев с рабочей поездкой побывал в Карганинской области. В ходе пребывания в регионе Берег Имашев принял участие в партийной конференции Тимиртаусского территориального филиала Народно-демократической партии «Нур-Отан» по разъяснению политической доктрины. В рамках работы конференции министр выступил с докладом на тему о новой политической доктрине «Нур-Отан созидает будущее». Берег Имашев отметил, что доктрина является стратегическим документом, которым определены ценностные ориентиры партии на долгосрочный период, направленный на реализацию стратегии «Казахстан-2050». Главой государства принято историческое решение, определенный новый политический путь стратегии «Казахстан-2050», заложивающий основные ориентиры в дальнейшем построенном, процветающем, мгновенноспособным и справедливым государством, быстро меняющимся в исторических условиях. Старт дан от каждого из нас, от каждого казахстанца будет зависеть и в конечном результате. Не случайно основной идеей доктрины провозглашается процветающий Казахстан, главным достоянием – независимость страны. Так, в доктрине сформулировано семь приоритетов – единство и согласие, самобытная культура и духовность, сильная экономика, справедливая социальная политика, интеллектуальная нация, эффективное государственное управление, открытый миру Казахстан. Таким образом, доктрина синхронизирована с ключевыми направлениями стратегии «Казахстан-2050». Доказано временем жизнеспособность и перспективность инициативы нашего президента о создании Ассамблеи народов Казахстана, ставшей масштабной диалоговой площадкой для решения вопросов межэтнического единства, согласия и доверия. Толерантность, межэтническое и межрелигиозное согласие – это реалии современного Казахстана. Министр отметил, что эффективная реализация положений доктрины позволит добиться успехов в построении успешного, процветающего и конкурентноспособного государства. Также в ходе рабочей поездки министра юстиции в Тимиртау Берки Машев встретился с населением и ответил на их вопросы. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Караганде прошел республиканский форум «Язык опора дружбы». В нем приняли участие делегации со всех регионов страны. На форуме поднимался вопрос о значении казахского языка в укреплении согласия и мира между нациями и народностями. О триединстве языков в Казахстане президент Нурсултан Назарбаев неоднократно говорил в ходе различных официальных выступлений. Впервые эта идея была озвучена в октябре 2006 года на 12-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, когда глава государства отметил, что знание как минимум трех языков важно для будущего наших детей. И уже в послании 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» Нурсултан Абишевич предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Три единства языков». Конечно, государственный казахский язык должен стать средством единения всех народностей, проживающих в стране. Молодежь на форуме говорила, как они пришли к необходимости познания казахского языка. Ведь на форуме были представители некоренной национальности. Да и молодые казахи, чего греха таить, не блещут своими знаниями родного языка. А сегодня Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками. Это казахский язык, государственный язык, русский язык, как язык межнационального общения, и английский язык, язык успешной интеграции в глобальную экономику, говорит президент. В современной Европе многоязычие является общепринятой в нормой. Любовь к родному языку должна воспитываться в семье. Только декларируя необходимость изучения государственного казахского языка, делу не поможешь. Необходимо стимулировать потребность его изучения. Действительно, в нашей стране выработана уникальная формула развития культуры и языков всех этносов, которыми мы можем и должны гордиться. Вместе с тем мы помним, что вопрос государственной важности, тесно связанный с патриотизмом, вопрос государственного языка. Это утверждается мировым опытом. Вспомним хотя бы, сколько прилагалось усилий Франции для укрепления, а также поддержки отечественной культуры и государственного языка в условиях конкуренции с внешним миром. Мы знаем, сколько мигрантов постоянно прибывает в Великобританию и ФРГ, но везде государственный язык играет главенствующую роль. Президент страны на 12-й сессии Ассамблеи народа Казахстана подчеркнул, государственный язык – это такой же символ, как флаг, герб, гимн, с которых начинается родина. И он призван объединять всех граждан страны. Сейчас создаются все возможности для владения казахским языком. В госучреждениях и на предприятиях открываются курсы, издаются и распространяются научно-методические материалы. По поручению главы государства материально поощряются сотрудники госорганов неказахской национальности, владеющие государственным языком. Многие наши сограждане осознают свой патриотический долг – учиться казахскому языку. К тому же пришло понимание, что знание государственного языка является фактором личной конкурентноспособности карьерного продвижения в любой сфере деятельности. Сам по нации русский, казахский знаю почти с детства и очень горжусь этим. Это мне помогает как в учебе, так и на работе. Из года в год я замечаю, что все больше и больше людей разговаривают на государственном языке. Но работа по развитию государственного языка должна быть еще более глубокой и последовательной. Очень важно, чтобы эта работа не носила разовый характер, не превращалась в компанейщину, а напротив, имела стратегическое значение. Идея языкового триединства, по сути, является частью национальной идеологии, нацеленной на становление и развитие конкурентноспособного Казахстана, равного среди лучших. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Тимиртау прошел круглый стол будущего Казахстана в казахском языке, который провел Дос Кушим, член общественной палаты парламента республики. За круглым столом собрались представители общественности Тимиртау, неправительственных организаций, бизнес, структур. Ни для кого не секрет, что сегодня Казахстан представляет собой две категории людей – казахскоязычных и русскоязычных. Причем и в той, и в другой категории находятся люди самых разных национальностей, в том числе и казахи, и русские. Мы живем под одним шанграхом, в одной республике, одна страна, одно государство, но мы разные. Вопрос казахского языка – это не национальный вопрос. Сами граждане, свободно владеющие несколькими языками, будут конкурентоспособными личностями как внутри страны, так и за рубежом. Иными словами, мы имеем дело с весьма прагматичной идеей, но язык, объединяющий всех, должен быть один. Вспомните библейский пример с Вавилонской башней. Как только строители заговорили на разных языках, башня разрушилась. Да, государство поддерживает изучение казахского языка. Но почему на курсы идут чуть ли не под палкой? Неинтересно, потому что преподаются по шаблону системе методики в средних школах. Приходят учитель казахского языка, который преподает в школе, и преподает так, без дифференцированного подхода. Допустим, если английский, чем он интересен, потому что есть интегрированный и инновационный подход. Да что курсы? В школах казахский язык преподается два раза в неделю. Разве это мотивация? Если говорить о том, что просто знать казахский язык, чтобы на нем говорить, это одно. А другое, это термины, эти технические языки, это совсем другое. Представим, волевым решением в одной части вся страна переходит на казахский язык. Хоть кто-нибудь подсчитывал, какой экономический удар получит Казахстан. Вопрос языка – не национальный вопрос. Но работа по развитию государственного языка должна быть еще более глубокой и последовательной. Подрастающее поколение надо учить казахскому языку, начиная с детского сада. Вероятнее всего, в будущем знание русского языка будет оставаться фактором личной конкурентоспособности, как и знания английского. Мы пришли к одному мнению, что казахский язык всем гражданам лесу Казахстана нужен. Что будущее Казахстана строится только путем понятия гражданского долга каждого гражданина лесу Казахстана. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. В Карагандинском зоопарке пополнение. На прошлой неделе в зверинце появились новые обитатели, которые уже полностью освоились питомники. Подробности у нашего корреспондента. Новых питомцев привезли из Новосибирского зоопарка. Радостное пополнение произошло по случаю 75-летия зоопарка. Камышовый кот, самка пумы, маленькие обезьянки, игрунки, ягуары и белоснежные лисы. Животные уже хорошо освоились на новом месте, облюбовали свои домики. Для кого-то даже уже нашли пару. Паспорта животных еще не пришли, но некоторые имена уже известны. Наши хуистити зовут девочку, зовут Эвела, а мальчика зовут Дейк. Кота нашего камышового зовут Кыш, ну и вот такое необычное имя у нашей пумы – Шкода. За столь короткое проживание в зоопарке новые питомцы полюбились не только сотрудникам, но и посетителям. Ну, очень нравится то, что поступило много новых животных. Интересно было сегодня прийти, посмотреть. Новые животные очень красивые. Обезьянки я не видел, но хочу очень посмотреть. Помимо этого пополнения, в зверинце произошло еще одно небольшое радостное событие – свадьба сурикатов в день Ромео у Джульетты, который как раз прошел в минувший понедельник. А в понедельник всемирно отмечался День Джульетты. И вот у нас сложилась пара – девочку и мальчика мы посадили в один вольерчик. Они, вы знаете, любовь у них возникла с первого взгляда. Они сразу же занялись любовью, и поэтому в день такой знаменательный мы дали им клички Ромео и Джульетта. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости 1-го Карагандинского и оставайтесь в курсе всех событий. Всего доброго, салон, салон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин